Эти хлопчики и девочки не привыкли долго спать или сидеть для компьютера. Самые ранницы, они в компании своих одногодков и тренеров оттворчивают спортивные умения. Лучебно-тренировочные сборы по туристско-прикладным шматборье, спортивным ориентованием и скалолажением, пешие экскурсии и походы, краезнавшие викторины и квесты. Так и займальный вольный час своим выхованцам пропонуют туристские лагеры, которые открылись на базе областного центра туризма и краезнавства. У кого-то это походы, у кого-то это экскурсии, у кого-то это различные викторины, мероприятия. И причем мы не забываем и работать с детьми, которые в лагерях пришкольных города Гомеля. У нас в течение этих каникул, во время каникул 2-го числа мы приглашаем, ожидаем ребят со школ города Гомеля для участия в краеведческом ориентировании. Так называемое квест-ориентирование. Туристский лагерь объединяет 90-х школьников в возрасте от 11 до 17 годов. До речи наведу и занятки не только на Волшинце областного центра. Сюда так само приезжают группы из Речица и Жлобина. Для многих детей каникулы – это не только махчимость удосконалить свои туристские навыки, али подрихтоваться до будущих с поборництвом. Я уже занимаюсь три года, мне очень нравится этот спорт. Мы ездили и по Бруйск, и в Минск, и в другие города. Мы занимали места. Когда мы ездили в Бруйск, мы занялись с моей партнершей второе место. Пока у лядны выхованцы туристского лагеря отпрацовывают спортивные элементы у стенок установы, другие отправились в поход. Подчас таких выездных занятков детям будут плумашить, как правильно пристосовываться до полевых умов. Школьники научатся заставить палатки, ориентироваться на мясовости, а галоны, опрацовать у команде. Первым непростым выпробованием для удельника у туристского лагера стало переодоливание 20-километровой пешеходной экскурсии. Мы должны учить их ходить пешком, человек, чтобы знал, как рассчитать свои силы. А самое главное, как он психологически подойдет к своей команде. Подойдет лето, мы пойдем с ними в походы более продолжительные, на неделю, то и больше. И лишние люди в таких ситуациях всегда представляют определенную сложность для команды. В целом, по час восиньских каникул в лагерах разных направлений и профилях в установах эдукации Гомельской области плануются оздоровить больше 8 тысяч школьников. Для их предугледжены шматлики спортивные и культурно-массовые мероприемства, конкурсы, викторыны, встречи с представниками органов внутренних справ МНС, ДАИ и иншими межведомостными структурными подразделениями. На восиньских каникулах будет ладиться комплексная работа, как обзарабить от подшинок школьников максимально займальным, корыстным, аголовное, беспечным. Вероника Варашилина, Игорь Марышенко, телерадоя компания «Огумель».